Культурных центров Восточного округа приветствует вас в торговом центре Щелковский. У нас с вами сегодня интереснейшая встреча, на мой взгляд, потому что сегодня, я думаю, в лишних представлениях не нуждается человек, который сидит рядом со мной, но тем не менее. Известный деятель, журналист, высокоэрудированная личность Анатолий Александрович Вассерман. Сегодня он нам с вами расскажет интересную тему, я, честно говоря, даже сама в нетерпении. Тема непростая, но, кажется, накануне Дня Победы это как раз то, что нам с вами нужно. Итак, Анатолий Александрович, насколько я знаю, у нас тема с вами... Ну, тема давняя, довольно болезненная. Коты и краткая история фальсификаций на эту тему. Ну, прежде всего, всех поздравляю с завтрашним праздником, Днем Победы. И заодно, пользуясь случаем, напомнить о том, почему все страны, все еще почему-то именующие себя развитыми, отмечают этот день сегодня, 8 мая, а мы 9 мая. Дело в том, что немцы попытались в последний момент схитрить и подписать капитуляцию только перед англосаксами, в надежде на то, что те после такого же склада как-нибудь за них впишутся. Сделали они это в Реймсе, 7 мая. Ну, Реймс это регион Лотарингия, который на своем веку раз здесь становился то владением Франции, то владением какого-нибудь из германских государств. Вот, и подписание этой капитуляции в Реймсе означало, что немцы капитулируют перед теми, кто, собственно, на их территорию зашел весьма неглубоко. Вот, ну, естественно, мы возмутились, хотя при этом присутствовал наш представитель при штабе наших союзничков, и он тоже подписался в качестве свидетеля капитуляции, но этого было все-таки мало, поскольку капитуляция была сформулирована так нечетко, что по ней немцы, в общем-то, могли продолжать драться с нами. Поэтому мы потребовали нового текста капитуляции, где было бы четко прописано, что немцы прекращают всякое сопротивление на всех фронтах. Этот текст подписали в Потсдуме, это один из пригородов Берлина, 8 мая в 23.45 по берлинскому времени. В Москве тогда уже было час 45 9 мая, но дело не в этой формальности. А дело в том, что если боевые действия перед нашими союзничками немцы реально прекратили еще где-то 5 мая, то на нашем фронте последнее крупное организованное воинское соединение армия Шернера прекратило сопротивление действительно 9-го. Но они сбежали из Чехии на запад, чтобы капитулировать перед американцами, а не перед нами. Ну, надо сказать, что у немцев тогда было распространено очень твердое убеждение, что после того, что они творили у нас, мы имеем право для начала стереть весь немецкий народ с лица земли, а потом уже думать, а что еще с этой землей делать. Ну, надо сказать, что те, кто капитулировал на запад, крупно прогадали. У нас военнопленных снабжали по тыловым нормам нашей армии, а англосаксы нашли элегантный коммерческий трюк. Они назвали немцам не пленными, а временно разоруженными солдатами противника. А раз всего лишь временно разоруженные, значит, на них не распространяется конвенция в обращении с военнопленными. И, соответственно, то продовольствие, которое было выделено для этих пленных, пустили на черный рынок. За первый год пребывания в англосаксонском плену умерло по разным подсчетам от миллиона до полутора миллионов пленных. Умерли в основном от голода. Ну, для сравнения, в нашем плену за все время умерло существенно меньше немцев, при том, что наловили мы их в несколько раз больше. Так вот, к чему я так подробно об этом рассказываю? К тому, что фантазия у наших конкурентов неисчерпаемая, и они естественным образом используют эту фантазию, в частности, на то, чтобы переиграть хотя бы в информационном пространстве все свои поражения в пространстве реально, в надежде на то, что тем самым они подготовят свои победы в реальном пространстве. И надо сказать, что эта надежда в какой-то мере оправдывается. В частности, третью фазу мировой войны, так называемую холодную войну, мы проиграли, по сути, чисто в информационном пространстве. Даже в области экономики у нас с ними был примерный баланс. Примерный, потому что в некоторых отраслях мы были впереди, в некоторых они, причем они были впереди как раз в тех областях, что легче рекламировать, а искусственная реклама у англосаксов отточена веками. Но проиграли мы именно в информационном пространстве. А после этого уже стали проигрывать и на прочих направлениях. И вот один из очень жестких фронтов информационного пространства это так называемая «катынская история». 14 марта 1943 года немецкие средства массовой рекламы, агитации и дезинформации сообщили, что около поселка Катынь, недалеко от Смоленска, обнаружено несколько тысяч захороненных польских военнопленных, которых, судя по всему, расстреляли чекисты весной 40-го года. Ну, строго говоря, место, где обнаружены могилы, называется Козьи горы, и оттуда до Катыни немногим меньшее расстояние, чем от Катыни до тогдашнего Смоленска. Говорю тогдашнего, потому что сейчас Катынь уже входит в состав Смоленска. Вот, но уже из самого названия видно, на кого было рассчитано это сообщение. Дело в том, что по-польски «кат палач». То есть из окрестных названий выбрали то, которое для поляков звучало самым эффектным образом. Вот, потом немцы созвали международную медицинскую экспертную комиссию, ну, о работе этой комиссии сохранилось очень много весьма колоритных сведений. Где-то примерно через полгода немцы опубликовали сборник официальные материалы о массовом убийстве в Катыни. Сборник очень подробный. Рассказано в нем так много, что через некоторое время выяснилось, что некоторые факты, приведенные в этом сборнике, в сочетании с другими фактами, в тот момент немцам неизвестными, однозначно доказывают, что этих поляков расстреляли сами немцы. И никто другой этого сделать в принципе не мог. Ну, приведу один пример. Немцы сообщили, что большую часть захороненных они опознали по найденным в карманах документам, ну, в основном воинским билетам, не помню, как этот документ у поляков точно назывался, по знакам различия на обмундировании, по наградам. Так вот, практически во всех местах лишения свободы, во всем мире действует правило, что у заключенного никаких личных документов не должно быть на руках, чтобы ему сложнее было бежать. Ну, сбежит, а как потом доказать свою личность, особенно, если тебя при побеге поймают. Более того, до 1 июля 41-го года в СССР действовала инструкция по содержанию военно-бленных, где было русским по белому указано все знаки различия и награды у военно-бленного изымаются и хранятся в его личном деле в канцелярии лагеря военно-бленных. Зачем это было сделано? Чтобы сложнее было военно-бленным наладить иерархию и создать какую-то организацию, способную противостоять администрации лагеря. Надо сказать, что к тому времени уже действовала международная конвенция по обращению с военно-бленными, заключенная в Гааге в 1929 году и включавшая в себя предыдущую подобную конвенцию, подписанную в 1907. Так вот, когда подписывали эту конвенцию в 1929 году, мы объявили, что в полном объеме ее соблюдать не можем, потому что там есть требования, прямо противоречащие советскому закону, а именно содержать военно-бленных разного вероисповедания отдельно, а по нашему закону государство не имело права каким бы то ни было образом учитывать вероисповедание, и требовалось содержать офицеров отдельно от рядовых, а опять же, по нашему закону не должно было служебное положение влиять на условия содержания. Во всем остальном мы эту конвенцию обязались соблюдать и соблюдали, но формально нашей подписи под этой конвенцией нет. Так вот, вот этот самый запрет носить награды и знаки различия не противоречен конвенции 29-го года, поэтому мы имели право включить такой пункт в свои правила. То есть, если немцы обнаружили в карманах заключенных документы, а на их обмундирование знаки различия и награды, это значит, что получили заключенные, точнее, военнопленные все это после 1-го июля 41-го года, а заявленное немцами время расстрела весна 40-го года. Вот, причем теоретически не исключено, что немцы захватили эти документы отдельно, а пленных отдельно и сами навесили, что попало на кого попало. Но в любом случае это также означает, что расстреливали немцы. я мог бы очень долго рассказывать, просто порекомендую, самое полное из кратких изложений этой темы есть в книге Елены Анатольевны Прудниковой и Ивана Ивановича Чигирина «Катынь. Ложь, ставшая историей». Вот, в 44-м году, когда наши освободили эти земли от немцев и отогнали их достаточно далеко, чтобы можно было спокойно заниматься более-менее мирными делами, комиссия по расследованию германских преступлений на оккупированных землях, ну, точнее, преступлений Германии с союзниками, под руководством главного хирурга Красной Армии Николая Ниловича Бурденко, среди прочего, провела и обследование вот этих захоронений и обнаружила еще множество доказательств того, что убивали именно немцы. Ну, в частности, у нас и у немцев была принята, как ни странно, разная технология расстрела заключенных. Не буду вдаваться в неаппетитные подробности, но просто по месту попадания пули наши расстрелы совершенно однозначно отличаются от немецких. Так вот, там места попадания в черепа были именно по немецкой технологии. трупов, было еще много всякого, не говоря уж ни о чем прочем, даже степень сохранности трупов была куда выше, чем если бы их захоронили весной сорокового года. Вот. лет. Ну, а дальше на Нюрнбергском процессе наши попытались даже выставить конкретного руководителя воинской части по показаниям наших свидетелей, производивший расстрел, но там вышла путаница. Во-первых, хотя эта воинская часть действительно в том месте квартировала, но скорее всего реально не участвовала, ну так, разве что отдельные офицеры в порядке личного развлечения ходили расстреливать недочеловека. Кроме того, свидетели, нечетко знавшие немецкий, плохо запомнили, кто ее командовал. Командовал оберт лейтенант, то есть подполковник Аренс, а свидетели запомнили это как оберт лейтенант, то есть старший лейтенант. Соответственно, Аренс отделался легким испугом. Вообще же, в обвинительном заключении Нюрнбергского трибунала было 20 эпизодов расстрела пленных, а в приговоре осталось всего два. Почему? Потому что на этом трибунале судили не всю Германию, а судили вполне конкретных людей и конкретные организации. Ну, из организации судили Генеральный штаб и СС. И, по-моему, еще СА. Так вот, в приговор вошли только те два эпизода, где расстрелы производились по приказам, подписанным непосредственно кем-нибудь из подсудимых. А все остальное так и осталось за бортом приговора. Но надо сказать, что по уставу Нюрнбергского трибунала факты, установленные в надлежащем законном порядке органами следствия стран, участвовавших в трибунале, считались уже доказанными и вообще не требовали повторного рассмотрения. Так что фантазия о том, что, мол, Нюрнбергский трибунал не подтвердил вину немцев в Катыни, это именно фантазия, основанная на незнании юриспруденции в целом и устава трибунала в частности. Вот. Потом дело надолго заглохло, но польские эмигрантские деятели усиленно пытались его снова раскрутить. Кончилось дело тем, что в девяностом году Михаил Сергеевич Горбачев подтвердил, что этих поляков расстреляли в мыль. Ну, понятно, почему он это сделал. В девяностом страна была в долгах как в шелках, причем в немалой мере усилием его команды. Он носился по всему белу свету как ведьма на помиле, выпрашивая уже даже не новые кредиты, а хотя бы отсрочки погашения старых. в таких условиях он мог что угодно подписать в надежде на какую-то очередную подачку. Вот. Тут же представили документы из особой папки по Катырине. Особая папка это вполне реально существовавший формат хранения документов в архиве Центрального Комитета Коммунистической партии. Ну, не то, что реально делались папки, тут всякое бывает, но был такой режим хранения, по которому на любой документ можно было посмотреть только с согласия политбюро или соответствующего отдела секретариата ЦК. Вот. Ну, что касается этой особой папки, я могу процитировать то, что сказал на одном из интернет-телеканалов в 2010 году. Я глубоко признателен президенту Дмитрию Анатольевичу Медведеву за его расположение выложить в интернет сканы документов особой партии по Катыни. В принципе, сканы этих документов выложены в интернет давным-давно, изучены до последнего пиксела, но раньше еще можно было говорить, что сканы какие-то левые, а сами документы ого-го, какие крутые. Теперь же, когда сканы этих документов выложены в интернет официально, отпала малейшая возможность отрицать, что особая папка по Катыни галимая липа. Но не буду перечислять все признаки поддельности этих документов. Специалисты насчитали этих признаков не помню сколько, но порядка сотни плюс-минус лапот. Я думаю, этого достаточно. Вот. Но надо сказать, что Горбачеву это не сильно помогло, поскольку поляки тут же выкатили новые предъявы. в Катыни, точнее, в Козьих горах, захоронено что-то порядка десяти тысяч человек. Точно неизвестно сколько, ибо полного вскрытия этих восьми захоронений не проводилось, а недавно обнаружили еще и девятое, которое поляки нам с пеной у рта запрещают не то, что вскрывать, но даже оформлять его как часть мемориала. Вот. А поляки по своим документам не смогли установить судьбу примерно двадцати двух тысяч офицеров, оказавшихся на нашей территории после того, как мы начиная с семнадцатого сентября тридцать девятого года вернули себе русские земли, захваченные поляками в двадцатом году. Ну, сейчас эти земли принято называть Западная Белоруссия и Западная Украина, так что украинцы не русские, что ли? Вот. Ну, они тут же начали качать права, а где остальные? Срочно объявили польскими захоронениями еще два. В Пятихатках Харьковской области и в Медном Калининской, ныне Тверской области. Так вот, там даже нашли предметы польского происхождения. Так вот, в Медном проводили раскопки под руководством поляков дважды в девяносто первом и девяносто пятом годах. Сохранилось, опубликовано, собственно, множество фотографий, сделанных самими поляками. Из этих фотографий видно. А раскопки оба раза проводились с демонстративной нарушением всех правил археологических и криминалистических раскопок. Из 225 найденных черепов ранения обнаружены 22 или 23, точно не помню. То есть, это уж точно не расстреляны кровавой губнёй и кроме того, предметы польского происхождения найдены совершенно небывалой для предметов пролежавших в земле полвека степени сохранности, плюс к тому найдены они отдельно от трупов, в отдельном захоронении. тогда как в Козьих горах, напомню, предметы польского происхождения были непосредственно на трупах. То есть, получается, что если расстреливали, то разные методы. на самом деле в районе Медного три года во время войны работали несколько хирургических госпиталей. Дело в том, что до изобретения антибиотиков лучшим средством борьбы с послеоперационными нагноениями были фитонциды, бактерицидные вещества, выделяемые в воздух хвойными деревьями. Известно сколько наших военнослужащих за эти три года умерло в госпиталях. В общем, их столько, что места для поляков в этих могилах просто нет. Я уж не говорю о том, что один исследователь, пишущий в основном живом журнале под псевдонимом Сдрагер, изучив аэрофотоснимки этого места, сделанное и до войны, и во время, и после, и нами, и немцами, установил, что для захоронения первоначально использовались воронки от авиабонд, а потом уже эти воронки расширили. Как вы понимаете, в сороковом году никто эти места не был. Что касается пятихаток, там еще веселее. Предметы польского происхождения найдены в основном в скважинах, которые поляки пробурили, чтобы оконтурить захоронение, то есть понять, где оно кончается. А в самом захоронении предметы польского происхождения это армейские пуговицы образца 1919 года, а я, знаете ли, еще застал время, когда пуговицы перешивали со старой одежды на ногу, настолько их не хватало. И поскольку в 19-20 годах поляки в тех местах воевали с нами, то понятно, что пуговицы от них осталось немало. И еще один там есть предмет польского происхождения, а именно наградной пистолет, где на табличке написано товарищу такому-то с польской фамилией в благодарность за службу к 20-летию ВЧК, УГПУ, НКВД. То есть это не единственный признак того, что в пятихатках расстреляны наши граждане, захоронены расстреляны наших гражданин во время семнадцати месяцев большого террора с 25 июня 37-го года до 25 ноября 38-го. Ну, большой террор отдельная тема, не буду в нее влезать, скажу только, что на основе документов, рассекреченных в постсоветское время, установлено, что затеяло это преступление партноменклатуры среднего збина, в основном областного, чтобы затормозить начатые команды Джугашвили управленческие реформы, полезные для страны в целом, но изрядно ущемлявшие интересы именно этого слоя аппаратчиков. Опять же, отсылаю к книгам, Юрий Николаев Джуков и Ной Сталин, Елена Анатольевна Прудникова и Творцы Терруна. Вот. Но, во всяком случае, поляков в этих пятихатках, по крайней мере, польских военнопленных точно нет. Понятно, что там могли быть какие-то советские граждане польского происхождения, вот как этот чекист с наградным пистолетом, но польских пленных там точно не было. Вот. Ну и дальше было еще много всякого. Достаточно сказать, что в 2010 году Государственная Дума приняла постановление, осуждавшая это советское преступление. И сейчас многие в Думе, в том числе и я, добиваю, собираем доводы для отмены этого постановления. Расследование, которое вела военная прокуратура, завершилось в итоге ничем. Ну, то есть расследование прекращено, но по так называемым нереабилитирующим обстоятельствам. Официальная причина отмены, что все, кого можно было бы по этому делу обвинить, уже умерли. Вот. Ну, надо сказать, что предпринимаются кое-какие юридические шаги для отмены этого. Но надо сказать, что спор между сторонниками версии разрекламированной ведомством Извините, Йозефа Пауле Фридриховича Гёббельса и теми, кто видит в этой версии больше дырок, чем содержание, этот спор идёт уже лет тридцать, наверное. Ну, на какой стороне я понятно из того, что я рассказываю, но основные доводы знатных катенобедов такие. в марте сорокового года прекратилась переписка тех пленных, чьи родственники жили на немецкой территории с этими родственниками. И второй довод, что по версии комиссии Бурдека эти пленные работали в трёх лагерях на строительстве дорожной и аэродромной сети в Смоленской области, но никаких сведений об этих лагерях не опубликовано. Ну, по второму вопросу ответ совершенно естественный, что большая часть документов НКВД относящихся именно к этому времени с 1939 по 1941 год до сих пор не опубликовано, и поэтому из того, что не опубликованы сведения о лагерях, нельзя делать никакие моменты. А второй довод очень умно, на мой взгляд, опровергну уже упомянутая мной Елена Анатольевна Прудникова, ну, и Ивана Ивановича Чигирина. Дело в том, что немцы, оккупировав Польшу, занялись уничтожением всех тамошней, всей тамошней интеллигенции. Убивали ученых, убивали учителей, убивали отставных военных, не помню к стыду своему, как называлась эта операция, Таненберг или Таненбаум, скорее Таненберг, но точно не убили. Википедии есть посвященная ей статья. Так вот, всего немцы именно в рамках этой операции убили свыше 60 тысяч поляков. Я, так вот, Прудникова и Чигирин предположили, что как только наши узнали о начале этих расстрелов, тут же поняли, что немцы в принципе могут вытребовать тех пленных офицеров, кто мобилизован на оккупированных ими территориях и их тоже расстрелять. И поэтому закрыли переписку, чтобы немцам сложнее было установить, кто собственно в нашем плену находится. Но есть и другие доводы. К сожалению, основатель сайта katyn.ru Сергей Эмильевич Стригин недавно умер, но сайт, насколько я знаю, еще действует, там очень много собрано материалов и они очень подробно обсуждены. Так вот, к чему я вообще на эту тему решил поговорить? Наши противники угут совершенно безумно, поэтому единственное, чем мы с ними бороться можем, это говорить чистую правду и не просто говорить, а доказывать ее. Доказывать, как говорят в англосаксонской юриспруденции за пределами всякого разумного сомнения. Должен сказать, что есть у меня ощущение, судя по недавней волне публикаций ранее засекреченных материалов с дополнительными доводами в пользу версии немецкого расстрела. Так вот, очень похоже, что полюбовавшись, как ведут себя сейчас с нами те, кто поддерживает версию Геббельса, наши решили, что нет нам больше смысла делать вид, будто бы мы в нее вели. Но очень надеюсь на то, что мое предчувствие оправдается. И еще раз повторю, сам я и как публицист, и как депутат Государственной Думы делаю все от меня зависящее, чтобы максимально ускорить процесс реабилитации СССР по этому делу. Я не спорю, у СССР, как собственно у любого государства, были и преступления, были и ошибки, а Антуан Жозеро Морич Булле, граф Деламерт, сказал об одном из деяний Наполеона Карловича Бонапарта, это хуже преступления, это ошибка. Так вот, ошибок, которые хуже преступлений, немало в истории собственного любого государства, в том числе нашего. Но если мы будем приписывать себе несуществующие ошибки, то мы, помимо прочего, тем самым создадим себе помехи на пути исследования реальных ошибок, а без таких исследований значительно больше шансов совершить новые ошибки или даже повторить старые. Вот, надеюсь, что теперь одним ложным обвинением будет меньше, значит, больше возможностей будет расследовать настоящую нашу историю о неображии фантазии. Ну, а теперь, если осталось еще немного времени, попробую ответить на какие-нибудь вопросы. Надеюсь, они возникли. Спасибо большое, Анатолий Александрович. Действительно, было очень интересно слушать. Не знаю, как вот всем присутствующим, мне лично хотелось найти книгу и не одну, а все три, которые вы назвали, и действительно ознакомиться. Ну, а молодежь у нас видит интернет-пространство, поэтому спасибо, что в интернете и что назвали сайт, я думаю, есть ли вопросы? Вот, пожалуйста, давайте, я подойду к вам. Послушаю. Добрый день. Сами заучиться на знакомые, но у меня вопрос такой. Есть такое письмо главной военной прокуратуры в общество мемориал. Ключевая фраза звучит таким образом. Следствием достоверно установленной гибели в результате исполнения решения тройки 1803 польских военнопленных установлена личность 22 из них. Не является ли это 22 человек просто теми военнослужащими польскими, которые умерли и от естественных причин и захоронены на кладбище гражданскому воюю Несташкова? Ну, скорее всего, речь идет именно о них. Но, кстати, тут есть некоторые странности. А именно, упомянута тройка, и более того, в особой папке по Катыни указано, что надлежит создать особую тройку, причем состав ее вообще не соответствует тем правилам, по каким формировались особые тройки. Но дело в том, что эти самые особые тройки действовали вот в указанный мною пилет с 25 июня 37 года по 25 ноября 1938 а потом во-первых были специальные решения прокуратуры СССР и Народного комиссариата внутренних дел и Политбюро ЦК КПСС о ликвидации особых троек и недопустимости дальнейшего их создания. Это были три отдельных решения, но опиравшихся в принципе на один и тот же закон. И поэтому во-первых довольно странно, что Политбюро могло снова создать особую тройку, а во-вторых совершенно непонятно зачем ее надо было создавать. Гораздо проще было пропустить эти дела через один из районных судов скажем Тверской или Смоленской области. Но в любом случае общее число захороненных тоже довольно странное, ибо оно с одной стороны намного больше числа тех дел о польских пленных, о которых сохранились хоть туманные намеки, а с другой стороны гораздо меньше, чем число захороненных в козьих горах. В общем странное это заявление, и я не исключаю, что когда возобновится расследование так называемого Катынского дела, это письмо будет не принято на веру, а различными способами проведено. И еще маленький вопрос, значит, как известно, немцы изглюмирули, ну там, 4400 с чем-то человек, как они говорят, там, понятно, какой они как-то сочиняли, комиссия Бурденко экзюмировала всего лишь 925 человек, как она пишет, они не стали дальше, так сказать, заниматься полностью экзюмацией, вероятно, ну, материал был собран, и поэтому ограничились этим количеством. Почему они, по-моему, бывали только из одной могилы, массовой самой, на вторую экзюмацию производили за немцами. Честно вам скажу всех подробностей этих экзюмаций я не помню. Знаю, что часть захоронений осталась вовсе не исследована. Общее число захороненных оценено, исходя из примерной емкости могил и вот где-то порядка 9000 человек. А комиссия Бурденко действительно не вскрывала все захоронения, поскольку действительно накопилось вполне достаточно доказательств того, что это сделали немцы. Еще интересное такое наблюдение произвел общественное мемориал, небезызвестный агент, издал два сборника убитых в Катыни и второй убитых расстреляют в Калинине захоронены с субъектом, но второе это полный фейк, а вот содержание списки, которое они там приводят, очень интересное. Если Катынские расстрелянные из этой категории, они я как бы сопоставил, они на 95% с территорией оккупированными немцами, то есть эти люди, которых должны были передать немцам по договоренности, но по причинам их не передали. Вероятно, были беседы какие-то, как это подтверждалось в казинских лагерях проводились беседы.